Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова находимся в нашем конструкционном бюро на занятии по лего-конструированию. И сегодня наш юный инженер Савелий, мы с ним собрали вот такую вот интересную конструкцию. Назвали мы ее «Шагающие насекомые». Смотрите, как она у нас работает. Вот такой вот в виде колена, да, две балки, всего две шестерни. Две шестерни у нас. Одна с 8 зубчиками, это ведущая шестерня, выходит из мотора. Ведомая шестерня 24 зубчика, она связана вот этой поперечной балкой, которая закреплена эксцентрично. За счет этого у нас происходит движение в обе стороны без изменения, скажем так, направления вращения мотора. Сейчас мы покажем, как это происходит. Давай. Вот такое вот у нас порционное движение. Не надо подталкивать. Так, сейчас она супрется в это. Да, Савелий уже показал, за счет чего происходит перемена направления. Вот обратите внимание, что вот эта балка закреплена эксцентрично. И вращение вот идет у нас вот таким вот образом. Если бы она стояла у нас по центру, то бы у нас движения бы не было. А здесь происходит один конец, выдвигается вперед, вторая часть тела, корпус, скажем так, она подтягивается. Ну, теперь мы покажем, давай-ка останови. Пусть, пусть, вернее, идет сюда, двигается. Покажем за счет чего же происходит вот это. А, не получится. Давай вот здесь вот, на этой стороне. Подтягивание. Вот этот фиксатор давай. А давай вот этот фиксатор опустим, что у нас. Так, давай-ка вот останови. Останавливай посередине. Как она движется, мы показали. Теперь давай покажем, как это работает. Вот смотрите, мы на самом начале нашего курса проходили вот такое вот изделие, которое называется хорповик или хорповой механизм. Фиксатор. То есть, у нас вот шестерня и упор вот этого штифта, когда в зубчике он упирается, она в одну сторону крутится, а в другую сторону она натыкается и не идет. Вот такой же механизм у нас реализован и здесь. Вот посмотрите, одна балка с прямоугольными концами. И здесь вот у нас в пятке, скажем так, установлена шестерня. Вот она получается у нас, вот сюда она по ней скользит. Видите, она скользит, по ней едет. А вот сюда она не идет, она зафиксирована. Вот, поэтому, когда мы ее подняли, она у нас может и в ту, и в другую сторону ходить. Вот, и направление меняется вот этим. Направление движения меняется вот этим фиксатором. Вот так вот садили, видите, раз. Сейчас вперед садили. Вот сейчас она сюда вот так назад. Вот сюда она идет. Вот, а здесь вот она вперед уже все. Она только может проскальзывать, если катиться она уже не может. А сюда она, пожалуйста. Звук слышите? А сюда? Так, тормоз, фиксатор. Сюда идет. Как это у рыбаков, да, катушка. Когда им нужно смотать ее, они убирают этот фиксатор и она идет. Вот. Так, аккуратней с инструкцией, Саверий Давай еще раз покажем, как у нас это ездит Давай, запускай Назад идет, давай, переключайся Раз, убрали, и она у нас Вообще-то вот так Вот назад Ну смотри, кстати, вот она делает два шага вперед, один назад, да? Да, я что-то так делаю Ты, значит, теми двумя регулируй Они тоже дают эффект Вот она поехала Вот такая вот у нас Вот он наткнулся на препятствие и будет стоять Он пошел назад Вот такой вот простой робот Конечно, его полноценным роботом надеть нельзя Потому что никакой программы он не выполняет У него идет, как бы, такое прямолинейно-поступательное движение вперед Которое мы его, как бы, преобразуем Только за счет вот этого эксцентрикового механизма И за счет храпового механизма Ну вот, познакомились еще с одним законом механики, Саверий, да? Ну все, продолжаем занятия До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok